Ваще 9 месяцев в году сибиряки ждут теплого летнего солнца и как только природа дарит жаркие дни, спешат на луна природой, чтобы успеть насытить организм ультрафиолетом. И непременно нужно успеть вдоволь накупаться. Как часто вы купаете здесь? Много ли бывает здесь народ? Здесь? Ну да, много. Купаемся практически каждый день. Ну в смысле как? Мы раньше в другом месте купались, вчера тут стали купаться. Ну тут много вчера было народа, сегодня нет. Вот только лозунг «Солнце, воздух и вода» наши лучшие друзья давно уже утратил свою актуальность. Солнце, как уверяют ученые, стало исключительно агрессивным и опасным, а воздух и вода не отличаются частотой. Так, почти все анализы проб качества воды, которые проводит специализированная лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии, в водоемах Ленинска-Кузнецкого не соответствуют нормам Санпинов. Особенно это касается реки Иня. Купаться в реке Иня запрещено, потому что по итогам исследования санитарно-эпидемиологической службы, нашей службы города, вода не соответствует Санпину. Поэтому купаться запрещено. А что говорят эпидемиологи? Какие здесь паразиты, бактерии? В общем, вода не соответствует Санпину по микробиологическому анализу и по бактерологическому анализу. И превышение составляет в 24 раза. Специалисты управления ГУЧС администрации города вместе с коммунальными предприятиями устанавливают запрещающие таблички в местах купания горожан. Кроме того, распоряжением администрации города организовано патрулирование излюбленных мест отдыха горожан мобильными группами, в составе которых полицейские, специалисты администрации муниципалитета и управление ГУЧС. Как всегда, под особым вниманием будут дети, отдыхающие на водоемах без взрослых и граждане, находящиеся в нетрезвом виде. Гибель на воде уже в Кузбассе началась. Вчера еще только говорили о 4-8 случаях. Сегодня вы говорите о 11. Причины каковы? Причины в основном люди купаются не в установленных местах. Потом не в трезвом виде много тонет людей. Поэтому очень хочу обратиться к жителям нашего города, чтобы берегли свое здоровье, свою жизнь и не купались в неположенных местах. Таким образом, спасатели и администрация города совместными усилиями пытаются обезопасить население от правонарушений и от трагических случаев на воде.